мама 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 всем хай с вами юджин и сегодня я вновь вас рад приветствовать в игре аутер уайлз это уже пятый эпизод пятый эпизод а я абсолютно не понимаю что мне надо делать но однако я нашел небольшую зацепочку я ука получится уже второй или третий эпизод как пытаясь додуматься как попасть на квантовую луну я пытаюсь попасть на луну и я посмотрел прошлый выпуск и заметил одну интересную деталь которую я сейчас попробую проверить чтобы проверить нам нужно прилететь снова на пустотную сферу а я же сделал интригующий конец прошлой части где сказал что мы отправимся в черную дыру мы это сделаем но чуть позже вот тут вот на пустотной сфере мы в развалинах с вами аккуратней соотнести скорость соотнести скорость чертова дерево мы нашли некоторые развалины и внутри этих развалин был на этот камень камень который как-то проекционный камень так его назовем который показывает киношку прикольно сейчас осталось только найти эти развалины и еще раз посмотреть ту киношку уж очень она меня заинтриговала еще надо будет вот сюда обязательно слетать только не сейчас не отвлекаемся евгений не отвлекаемся вот по ходу мы здесь давайте во дворе припаркуемся во все на месте мы экипировали костюм хорошо ничего не забыли где же ты оно 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 да вот что я хотел увидеть смотрите где мы находимся в итоге с вами мы прошлый раз не могли зайти вот сюда потому что здесь оборван этот мост по которому можем пройти гравитационный и с помощью вот этого камня мы находимся здесь вот видите здесь еще один проекционный еще одна проекция и мы бы могли теоретически сюда что-то вставить но нет тихо смотрите ведь а мы не можем даже отсюда выйти черт но может быть у нас получится найти некую подсказку и мы поймем как сюда попасть можно видите ничники элементы нашего костюма не работает мы все в жиже вот в этой вот здесь точно будет отображаться информация о том как попасть на луну это же как бы кинотеатр такой получается никакой информации я ничего не увидел может если вы увидели то напишите плиз а теперь давайте запускаем мотор и полетели вот сюда бы сюда хотели да мы сюда хотели кажется сражены прямо вот сюда прямо сюда прямо сюда прямо сюда прямо сюда я не буду прям супер долго копаться здесь если нет так нет пойду в другое место у нас еще зацепка протир но терновник этот огромный терновник откуда растения смотрите блин специально это делает южная обсерватория что это да нужно идти до мы еще здесь не пошарили как следует он смотрите это лифт а это вот тот самый лифт не до конца работает почему это что перекресток западу вот это выглядит чертовски интересно это кольцо вращается стоп-стоп-стоп тут целые просто чатный расшаттл находится на квантовой луне шаттл находится на квантовой луне как попасть я думал такой-то пояс который на себя один и смогу по стенам ходить стоп почитаем сначала активировать гравитационную пушку притянуть шаттл что это мой кораблик охренеть здорово получилось по моему куда он полетел он полетел на квантовую луну вернись обратно ты не мой корабль вообще не мой корабль однако с помощью него я смогу попасть точно на квантовую луну да походу что обнаружен запас кислорода а чё я а нифига себе так интересненько интересненько что это такое отсюда я же не смогу блин никак активировать ту штуку надо попробовать сейчас секундочку кстати мы кажется можем как-то куда полетел из такой скоростью причем вернись куда мы его направили айса сюда вообще щас здесь вы телепортнулись обратно что это соланум я здесь я столько лет а я здесь я столько лет наблюдала как квантовая луна движется по небу а сегодня наконец-то ступлю на ее поверхность как ожидалось мой шаттл приземлился на южном полюсе луны дальше я пойду пешком по неизвестным причинам квантовая луна всегда встречает гостей на южном полюсе в детстве я считала такие загадки зловещими сейчас я понимаю что в них нет ничего плохого это просто законы по которым живет вселенная я готова я готов луна встреч вот он то она это не луна куда мне унесло что-то мы очень далеко улетаем кажется все дальше кажется довольно а но в итоге мы не отдаляемся потому что планета прям за нами мы тупо на орбите вон луна исчезла но естественно погоди мы не ну не туда сначала нам надо с вами увидеть сам что это что это надо увидеть луну на небе и только потом запускаться в нее да учиться среднее это вернуть нас домой право это вообще непонятно что а вот лево это запустить вдаль далека нас где ты луна ну давайте ладно ждем пока луна окажется вот здесь центре и тогда запускаемся вот на стойте стой мы явно летим то ли у нихрена себе как мы близко были то ли мы стоим на месте то ли мы летим куда-то целенаправленно то ли мы падаем просто на планету а теперь что происходит мы падаем все проснулись обратно стоп нас борт журнал обновлен же где обновление висячий город гравитационная пушка шаттл слишком много всего я вот не помню чё так лагерь где живет и бэк риббик разбивает лагерь внизу перекрестка риббик в строга восторгается тем сколько здесь можно узнать об истории на мае и одновременно пытается перебороть страх перед черной дырой риббик работать единственным археологом на кабельке риббик борется за боязнь космоса чтобы изучать как на мая жили на пустотной сфере и южная обсерватория на мои решили сконструировать более мощный локатор сигналов ока на южном полюсе пустотной сферы риббик говорит что в обсерваторию нельзя попасть с поверхности но где-то под землей должна быть тропа на поверхности есть есть дверь в обсерваторе но она сломана окей здесь мы что-то мечтали еще устройство на мая которое должно было определять источник далеких сигналов на мая были расстроены что не смогли поймать сигнал некоего ока вселенной и где-то вот тут что ли было на мае по имени солонум посадила шаттл на южном полюсе квантовой луны и собралась продолжить путь пешком на мае всегда садились на южном полюсе квантовой луны хотя не могли объяснить почему а здесь что на мае по имени солонум посадила свой шаттл на квантовой луне как огромная цилиндрическая конструкция которая создает восходящее гравитационное поле мне удалось вернуть шаттл на май из квантовой луны шаттл был там на квантовой луне теперь понять бы как его туда вернуть мама 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 так ты сраный автопилоз зачем ты так делаешь чё ты мутишь как еще выжил корабль срал да сильно кажется мы не летим блин что чтобы починить корабль выйдите из него боже мой открыт и куда ты и куда ты блин улетел стоять стой 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 соотнести скорость что-то охрененно соотнес скорость по моему а вот вот теперь мы соотнесли да надо было выделить изначально все починято чуть еще не починято кажись идеально просто окей внутрь где сфера пустотная от мать твою вот и где а там что-то еще у нас сломано и так работает все равно мы взорвемся все так что чё париться а это камелёк прикиньте суши автопилота очень опасная штука подушки давайте снова гравитационной пушки попробуем еще раз я не знаю потыкать похимичить итак смотрим на нее нашим пузиком погодите чужак автопилот интересно понять что это такое выглядит достаточно дружелюбно на самом деле он издалека казался более зловещим так входим в режим посадки посадились выходим успеем еще сходить гравитационной пушки но сначала понять что это за чужак мы такие здесь не любим с какого района она живое она живое пойдете внутрь конечно же впускает меня в свои недра входи такой входи в меня иди глубже куда я только я чё-то не понимаю уже совсем кристаллы здесь призрачные материи да куда мы не пойдем поблизости обнаружена призрачная материя из запас кислорода восполнен опа та волга под поверхностью энергетический сигнал стал сильнее чтобы это не было она где-то в глубине у центра кометы и мне начинает казаться что она опаснее чем мы думали вот уже здесь было получается на мае здесь были та волга шалфей ты нас слышишь да но очень плохо боюсь если вы спуститесь еще глубже связь пропадет лака не давай шаттл замерзнуть шалфей мы вернемся как только найдем источник энергетического сигнала ладно так только будьте осторожны честно я так слегонца подзабыл как призрачная материя пользуются в том плане как ее убивать о май гад или так или так мы пришли отсюда значит нам нужно выбрать один из тоннелей так вот сюда тихо тихо выше во евгения не обмануть аккуратно и мы обратно вернулись что за отстой как нам обнаружить материю ладно эники беники еле варят короче сюда идем жив жив цел о май гад о май гад о май гад где я чуть сквозь стену не прошел смотрите ладно надеюсь выживу давайте резко 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 хорошо мы продвинулись дальше осторожно поблизости обнаружена призрачная материя она внизу о май г о май гад аккуратней прошел выжил критическая потеря сознания снова у меня идейка давайте немножко поизучаем призрачную материю возможно тут где-то что-то про нее написано все встали хорошо применить камеру сделать снимок ага все убрать камеру написано что только с помощью камеры можно увидеть призрачную материю а значит нужно просто мой зонт использовать аборт журнал обновлен аборт журнал обновлен давайте почитаем итак пропавшие на май из шаттла лежали рядом с большим камнем который словно взорвался изнутри здесь еще есть что исследовать хорошо отметить это место полетели обелиссимо стоять скорость соотнес быстро давайте аккуратненько в режим посадочки тихо 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 все с помощью камеры будем смотреть на призрачную материю она больше нам ничего с вами не сделает можно не бояться давай открыла мне открылась мне в смысле не открылась что это значит а как может быть я пришел не вовремя вот открывается фиг знает что я сделал вообще я это сделал или она само реально по триггеру какому-то запускается возможно она готовится нанести удар по солнцу нам надо быть очень осторожными осторожней а какой мы пошли по моему вот сюда ну-ка да хорошо все великолепно здесь безопасно ааа осторожней слушай они сделали это наподобие этого в аквапарках такая есть горка прикольная так где мой зон тот и здесь ну ладно давайте запустим его тут все в ней но поскольку я один раз всего тогда смог пройтись и вот здесь смогу пройтись а нет не смог это фатально там видимо был очень большой слой призрачной материи сорян я делаю вывод что нам туда еще очень рано смотрите вот что это еще такое разрушенное ядро мы уже прочитали да мы прочитали а вот это что висячий город к лагерю к северу от лагеря где живет Рибик есть огромный город на мае одна из трех капсул на мае потерпевший крушение в нашей солнечной системе все три капсулы были запущены с некого звездолета который получил серьезные повреждения и здесь выжившие на мае попавшие на пустотную сферу спустились по скале под землю я думаю нам надо сфокусироваться на пустотной сфере потому что вся информация кажись там находится нам нужно просто лучше искать я не помню посещал ли я город этот подземный а осторожней смотрите как замытили сейчас мы чуть-чуть в сторону отлетим чтобы тот шаттл нас не кацанул мы его еще раз вызовем все Стоп А, посмотрите Тут написано, значит, это В эту сторону это принять шаттл А в эту активировать гравитационную пушку Если я такое сейчас активирую Ну, куда-то запустится, да Но нам тут не нужно этого Нам нужно просто принять шаттл Принял Эй, шаттл Давайте посмотрим со стороны, куда он полетит Куда-то он далека полетел Короче, нет другого выбора Кроме как Понять, что Нам нужно просто нацелить Пушку на луну Как только луна будет пролетать, мы тут же начнем действовать Мне кажется, вот сейчас мы прям Да, мы, посмотрите Мы идеально встали, видите Нужно отсюда стоять и ждать Это она? Нет, это камелек Ааа, блин, страшно, да? Тут страшно все выглядит очень Мне еще непонятно, откуда она будет лететь Вот отсюда она как-то будет лететь Вот так она Ой, боже мой Камень мне в рожу прямо Ладно Давайте другой план Более радикальные меры требуются здесь Эта пайлона думает, что сможет меня обхитрить Не сможет Как только я выберусь, я покажу ей Кто кого обхитрил Как только я выберусь Во, 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 вылетели Все, свобода Есть Аккуратненько, аккуратненько Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-ст замутить. Я сам слегка только пока еще понял, но я это сделаю. А что, типа умнее меня, что ли? Я не понимаю. Ой, только не в черную дыру. О, боже мой. Ладно, раз уж здесь, все равно скоро подыхать. Давайте посмотрим, что это такое. Походу, это корабль на Майи, да? Выходим. У-у-у, видите, здесь тоже кусок есть гравитационный. Сюда, сюда. Сейчас мы активируем. Запас кислорода. Где мы? Где мы? О, блин, мы на корабле. Что это значит? Лака. Добро пожаловать на станцию Белая Дыра. Если вы случайно упали в черную дыру, что случается чаще, чем ожидалось, эта гипербашня вернет вас на пустотную сферу. Каждая из гипербашен связана с тем или иным небесным телом. Переместиться можно только в тот промежуток времени, когда башня указывает на соответствующее небесное тело. В данном случае на пустотную сферу. Чтобы совершить гиперпрыжок, в это время вы должны состоять на платформе. Можете поднять голову вверх и понаблюдать за небом. Вы переместитесь, когда нужное небесное тело окажется прямо у вас над головой. Ой, походу там взрыв, да? Походу там смерть мне пришла. Эээ... Не знаю. Это не охота. Вниз. Смотрите, здесь целая куча загадок еще. Там смерть идет, да? Ой, блин. Походу смерть идет. Вот. Ой, неприятно на это смотреть. Я не буду смотреть. Получается, что гиперпрыжок совершается только если башня направлена на небесное тело. Вот она, луна. Дразнит меня. Это очень, очень рисково, но прикольно. Окей, снова. А что, пустотная сфера перестала быть пустотной? Я не понимаю, где, где расщелина? Куда можно залететь? А, вот дырка. Курс на дырку. Вот, стоп. Стоп, 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 стоп. Хорош. Идеально вошли. Теперь замедлились. Ищем тот тоннель. Сюда не влетаем. Еще рано. Рано. Хорош. Мастерский. Соднести скорость. Будем считать, что соднес. Соднести скорость. Строго на лифте. Поднимаемся наверху. Как ты корабль выдерживаешь это еще? Все, давай, успокойся. Успокойся. Вот сюда. Вот сюда я хотел. Вот сюда я хотел. Аккуратно. Четенько. А, нет, нет. Все надежды рухнули. Но не тут-то было. Сейчас мы... Сейчас протиснемся. Надо посмотреть со стороны. О, блин, корабль и правда слишком толстый. Черт, я думаю, я смогу сюда пролететь. Игра предусмотрела. А, но я бы туда не смог пролететь. Фак. Окей. Давайте еще раз в черную дыру сгоняем. Кстати, а если по карте смотреть, мы здесь... Вот почему корабль тогда был тут. Потому что нас просто отнесло. Он просто упал в черную дыру, получается. Окей, гоу. На корабль. Смотрите, он как будто в пасте, да? Блин, для чего прикольная игра. Пойдемте изучать этот мир. Вот дырка, вот дырка. Есть. А, я понял. Все. Мы прокрутили эту сферу, получается. И таким образом оказались в кабине. Эту штуку мы уже с вами открыть не можем. Давайте просто примагнитимся. И надо посмотреть, для чего вот эта штука нужна. О чем она нам расскажет? Пойдемте вниз. Смотрите. А, я не знаю, что это. Но страшно. Типа, мы начинаем кружиться. Просто вращаться по вот этой оси. А если в другую сторону? То. Ага. То мы начинаем в другую. О, что? Что? Где я? Я вообще не помню, что произошло. Мой корабль остался там. Спасибо. Кажется, нас вернуло на пустотную, да? Да, мы на ней. А вот это что такое? Не читал. Статус обратного гиперпрыжка доступен, чтобы вернуться в станете на платформу гиперприемника. Время отправления. Ага, тут понятненько. Это телепорты, получается. Во. То есть, получается, мы будем просто стоять. Пока не переместимся. Но у нас теперь, смотрите, что есть. У нас есть вот этот камешек. Который мы можем применить где-то, где-то, где-то. Где-то надо послушать быстрее историю. Историю. Вот. О май гот. Что это такое? Где мы? Ну-ка, сообразить с ручняком. Это что-то возле солнца. Я не понимаю только что. Мы не можем включить карту. Все, забрать. И если сюда вставить, то же самое будет? А, нет. Лака, мы с Рами изучили твои записи. Из них следует, что на мае прибыли к гиперприемнику на пустотную сферу незадолго до отправления со станции Белая Дыра. Та Волга. Как я уже рассказал о Раме, это больше похоже на погрешность. Как на мае может прибыть на пустотную сферу раньше, чем зашел или зашла в телепорт? Это абсурдно. Лака, я согласен. Если показания верны, значит я случайно разрушил многие фундаментальные теории. В этом случае нам придется пересмотреть все, что мы знаем о времени. Воистину так. Я понимаю, что это странно. Мы с Шалфеей несколько раз проверили оборудование, но такой результат получился при каждом гиперпрыжке. Интервал очень мал. Примерно одна сто тысячная доля секунды. Могут ли наши инструменты точно засекать такие короткие интервалы? Значит, Лака. Поскольку Та Волга уверена, что данные ошибочны, мы с ней попробуем воссоздать этот феномен в высокоэнергетической лаборатории. Нам нужно провести эксперимент и собрать информацию. Та Волга. Новые данные. Лака, мы в высокоэнергетической лаборатории, что в каньоне на экваторе час угля. Приходи немедленно, ты должна это увидеть. Час угля, час угля. А где час угля, я не помню. Все, мы вернулись. А, вот оно показывает расположение. И вот так мы возвращаемся на пустотную. Нам бы теперь просто отсюда свалить. Я помню, я помню, я помню, я помню. Я помню, как мы все это сделаем. Все, окей. Куляблик? Куляблик? О боже мой, столько всего. Знаете, целая куча новых вопросов и ноль ответов. Вообще ноль. Однако, мы нашли что-то новенькое здесь. Квантовая луна, траля-ля-ля-ля. Каждая из гипербашен на мае связана с тем или иным небесным телом. Чтобы переместиться, нужно стоять на платформе в то время, когда башня будет указывать на соответствующее небесное тело. Оно должно оказаться прямо над головой. На мае заметили аномалию. Переносимые объекты выходили из гиперпрыжка на пустотной сфере раньше, чем входили в него на станции Белые Дыра. Отрицательный интервал между выходом и входом был очень мал. Примерно 1,001 доля секунды. На мае не были уверены, может ли их оборудовать. И это было не настолько точно измерить время. Получается, я пытаюсь это осознать у себя в голове. Они что? Когда они заходили в пустотную сферу, точнее, когда они заходили на станции Белые Дыра в телепорт, они выходили на пустотной сфере раньше на несколько секунд. То есть получается, если... Не на несколько секунд, а на несколько сотысячных секунд. На доле, да? Получается, что в этот момент гиперпрыжка... Прямо перед тем, как ты совершил гиперпрыжок там, то ты уже появился на пустотной сфере. То есть ты существуешь в двух местах одновременно на доле секунды. Доле стотысячной секунды. Это кайф. Это ж просто охренеть. Отрицательное время, зафиксированное на станции Белые Дыра, стало предметом исследования высокоэнергетической лаборатории в каньоне на экваторе Час Угля. А что за Час Угля? Это что за такая вот планета? Ладно. Где Белая Дыра? Белая, пожалуйста. Белая Дыра. Вот она. Я залетел? Я внутри нее, но я... Что происходит? Я запутался. Перемещаться будешь или нет? Мы не можем переместиться в дыру. Она не работает так. Я даже не знаю, что мне тут ловить. Я не смогу... Терновник! Очень близко, полетели. Вау, посмотрите на него, какой красивый. Реактор требует ремонта. Левая часть корпуса требует лемонта. Лемонта. Фары выключены. Фары включены. Окей, где мы находимся? Что-то здесь как-то мутно. А, ну двигатель работает, значит вообще пофигу. Помните, я запускал зонт? Он летел то и сквозь эту всякую фигню. Ну, а что это за красное? Очень привлекает меня. А-а-а! Что это? А ща, че это было? Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Жуть! Как интересно и как стрёмно, и как завораживает это всё. Я думаю, на сегодня мы с вами закончим. Как я и сказал, у нас больше вопросов, чем ответов. У нас ноль ответов, я бы даже сказал. Но есть некий намёк, что нужно использовать эту пушку гравитационную, чтобы попасть на Луну. Но, может быть, я не был достаточно терпелив и не дождался, пока Луна окажется при цели. Мы попробуем это сделать в следующий раз. А также ещё раз гоняем на Терновник. Что-то он вообще охренел, сразу меня напнул. Я не, нет, не потерплю такого. В общем, ребят, если вам понравилось и хотите увидеть больше, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не забывайте про все мои соцсети. Ссылки будут в описании. Также особое внимание хотел бы уделить моему телеграм-каналу. Он новенький и очень хочет внимания ваше. Вот это подписывайтесь, да. Ещё раз большое всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин и всем пять!